Добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас очередной вебинар трека, который посвящен работе в PowerPoint и знакомству с разными форматами, способами их применения. Этот трек продлится весь год и прервется только на мой уже традиционный для Директ Академии курс про создание учебных презентаций. Сегодня мы возьмем ту тему, которую я анонсировала в прошлый раз, создание инфографики в PowerPoint. Эта тема может быть далеко не новая, мы упоминаем ее неоднократно и в самом курсе, и в предыдущих вебинарах, и в треках других годов, но тем не менее она продолжает оставаться очень и очень актуальной, потому что формат это популярный, очень сам по себе интересный и удобный для передачи каких-то учебных знаний. И поэтому давайте для начала опять же быстренько пробежимся по определению, я уверена, что вы все с ним знакомы, и перейдем непосредственно к практике. Итак, инфографика – это визуализация данных или идей. На это определение мы можем навесить еще несколько дополнительных каких-то уточнений, как именно мы визуализируем, что для этого используем, какие цели преследуем. И в общем и целом, что нас интересует, что инфографика – это графический способ, то есть он все-таки основан на каких-то рисунках, может быть, в принципе, довольно простых, но тем не менее это именно какие-то изображения. Он нужен для того, чтобы упрощать, то есть то, что сложно понять, увидеть в каком-то другом формате, в формате, например, просто текстом написанных мыслей или таблицы в Excel с большим количеством данных, вот это все мы с помощью инфографики упрощаем. И сама по себе инфографика – это комбинированный формат. Если мы можем сказать, что текст – это простой формат, мы используем только сам по себе текст, или фотография – это всегда остается фотографией, то инфографика, она комбинирует, как правило, текст, данные и либо фотографии, либо графику. Именно это нам нужно учитывать, когда мы будем говорить про дизайн инфографики, про то, как она должна выглядеть. Чем больше цифровых языков собирает внутрь себя какой-то отдельный формат, тем тяжелее с ним работать, тем сложнее ни специалисту, ни дизайнеру сделать какой-то действительно достойный представление, результат. И сейчас для того, чтобы мы с вами немного потренировались и убедились, как обычно, что мы друг друга понимаем и говорим на одном языке, я буду сейчас показывать несколько примеров, а вы будете мне в чат писать, что это – визуализация данных, идей или это не инфографика. Давайте начнем с первого простого примера – данные, идеи или не инфографика. Если потерялся звук, то, возможно, перезагрузить страничку, и все должно вернуться. Так, окей, это инфографика – данные или идеи. Так, ага. Вот смотрите, как интересно получается. Это действительно относится к инфографике, но это инфографика – визуализация идей. Почему? Потому что данные, мы считаем, что данные, дата – это цифры. А у нас здесь визуализируются связи. То есть, фактически, это такая предельно сложная интеллект-карта, которая развернута немножко в другой формат. Мы это можем, конечно, описать цифрами, но намного сложнее, чем будем считать это именно визуализация идей. То есть, перед вами сейчас формат, который называется «карта связи», и мы его относим именно к визуализации идей. Так, вот такой вариант. Так, не инфографика. Инфографика, идея. Нет. 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 Всегда смотрим, что у нас лежит в основе. Может ли в основе вот этого вот материала лежать какая-то таблица с данными? Нет, не может. Может ли в основе этого лежать какая-то вот именно интеллект-карта, майндмэп? Нет, скорее всего, не может. А здесь информация, которая может представлена быть линейной в виде текста с иллюстрациями, просто собрана вот в такую вот форму. Фактически, вот это изображение инфографика в нашем случае не является. Мы можем считать его инфографическим плакатом, то есть произведением, которое использует некоторые черты инфографики, но не самой инфографикой. Хорошо, вот такой вариант. Инфографика. Так, хорошо. Данные. Совершенно верно. Это инфографика, где изображены данные. Вот когда мы смотрим такие примеры, нам сразу хочется взять в руки какие-то вот инструменты и пойти сделать что-нибудь такое же вот яркое и впечатляющее. Но на самом деле это даже не хороший пример инфографики. Вот использование иллюстраций различных рисунков кораблей отвлекает как раз от основной мысли. И в большинстве случаев чем проще, тем лучше. Да, можно быть дизайнером, собрать команду и сверстать что-то полноценное. Как правило, это коммерческие проекты, это лангриды, большие материалы на сайтах. В учебной же деятельности нам чаще всего важна скорость и понятность предоставления идеи. Поэтому если вы смотрите на этот пример и думаете, я сделаю что-то похожее, откажетесь от этой мысли. Это не самый лучший пример и не самая лучшая инфографика, которую вы можете демонстрировать своим ученикам. Еще один вариант. Инфографика или нет? Данные или идея? Наглядный пример, что подобное мы можем встретить везде. Так, идея, фотография. Нет. Я так понимаю, у нас мнения примерно пополам разделились. Это является инфографикой с визуализацией идеи или вообще, в принципе, инфографикой не является. Точно так же смотрим, при необходимости там можно изучить, что именно здесь изображено. Это перечень услуг, которые оказывает вот это учреждение с иллюстрацией, с наглядным показом, как именно эта услуга будет выглядеть. То есть в данном случае мы можем смело считать это инфографикой идеи. Можем считать это инфографическим плакатом. Я считаю, что для полноценной инфографики здесь не хватает, знаете, вот такой маленькой-маленькой детали. Стоимости или хотя бы диапазона цен. И тогда, когда бы мы увидели какие-то цифры, мы могли уже отнести это к инфографике однозначно. Да, от плаката визуально отличается мало чем. Но здесь смысл именно в том, как представлена инфографика, линейно или нелинейно. Если бы мы вот сейчас то, что видим про машины, расположили так же, как в плакате по инфографике, то есть кусочек за кусочком, мы бы сказали, что нет, это не инфографика. Но здесь есть такой нюанс, что здесь показано на предмете. Фактически это как предмет в разрезе, только наоборот, предмет вывернутый наизнанку. Посмотрите, машина разобрана на отдельные составляющие части. То есть она показана с разных сторон. Не очень аккуратно, не очень понятно это все расположено, но тем не менее. Вот этим и отличается тем, что там информация расположена линейно и просто сверстанно, а здесь сделана развертка предмета. Так, еще один пример. Это можно считать прямо вот отдельным направлением объявления, которые не зависят от языка. То есть способ передать какую-то информацию, не используя текст вообще, так, чтобы он был доступен совершенно всем. Инфографика, инфографика данных, инфографика идея. Идея. А на самом деле это инфографика данных. Переводим в таблицу. Проезд туда и обратно для взрослого стоит 5 евро, для ребенка 2,5, для младенца 0. Коляски проводятся бесплатно, животные проводятся бесплатно. То есть это самый обычный прайс-лист, который мы можем легко увидеть на любом автовокзале или речном вокзале. Просто он представлен таким образом, меньше слов и больше как раз информации. Слов меньше, а понятно нам все, наверное, на таком же точно уровне. И вот в этом и идет ценность. Мы отсекаем все лишнее, оставляем только самую главную мысль. Это фломастер и листок бумаги. Это полностью убранные тексты. Здесь нет даже никакого цвета. То есть просто максимально простые рисунки. Это то, что доступно каждому фактически из нас. И вот именно на этот пример, наверное, стоит во многих ситуациях ориентироваться. Не вот на такую инфографику, сделанную для какого-то крупного журнала, а наоборот на вот такие простые бытовые варианты, когда буквально в нескольких символах мы можем передать большой объем информации за пакованием. Так. Юрий рассказывает, что когда воспитывал ребенка, на полоске для оклейки окон рисовал линейные последовательности картинки. Что он пошагово делает, когда чистит зубы? Это визуальный алгоритм. Фактически он, да, относится к инфографике. То есть это один из типов инфографики. Немножко дальше мы будем смотреть, какие разные варианты инфографики бывают, и вы увидите, что это реально огромное семейство, где и пошаговые алгоритмы тоже занимают свое достойное место. Так. Ирина подумала, что идея завести себе собаку, и не тратится на проезд, а только будут в вашей жизни бесплатные прогулки. Но в таком случае, да, собаку надо было поместить в левый верхний угол, туда, куда когда-то как раз в первую очередь падает наш взгляд. Левый верхний угол всегда основной, это вот по принципу дизайна, по правилам верстки слайда. И поскольку там помещен пароход, то, в принципе, без повторения рисунка парохода и так понятно, что эта инфографика относится именно к переправе. Так, давайте что-нибудь поинтереснее. Инфографика, данные, визуализация идей. Так, данные. Нет, данные. Был прав тот человек, который написал, что это не инфографика. Здесь просто написан один факт. Да, он оформлен с картинкой, с выделенными цифрами, но это один факт. Так, чем визуализация идей отличается от инфографики? Визуализация идей – это часть инфографики. Мы всю инфографику можно разделить на визуализацию идей и на визуализацию данных. Я чуть позже покажу, как они отличаются, какие форматы относятся к какой из этих категорий. То есть в любом случае и то, и другое является инфографикой. Так, данные могут ли быть вместе с идеей? Да, они могут быть вместе, но это либо действительно такой большой плакат, где есть и графики, где есть и какая-то вот именно иллюстративная часть. Да, такие варианты могут быть, но я даю вам вот что-то попроще. Вообще, если мы смотрим классификацию силамедиа по форматам, по различным мультимедийным форматам, то это относится микроформат цифра. Он похож на инфографику, но это как будто, знаете, из большого-большого произведения выдрали одну строчку и поместили ее на экран. Можно сделать было бы полноценную инфографику, но для цели автора потребовался именно микроформат. Если бы это были данные за три дня, тогда бы было показано первый день столько сантиметров, второй день столько, третий столько. А, например, выводом, тезисом на слайде было написано в среднем растет на столько-то в сутки. А здесь этого нет. Нет динамики по времени, нет изменения данных. Есть просто один факт. Возможно, он сделан на основе анализа данных, но на экране-то перед нами только один единственный факт. Так, еще один пример. Вот посмотрите, насколько все просто. То есть здесь есть текст, причем текста больше всего. Есть цифры и иллюстрации из графики, только зеленые прямоугольники. Они даже не покрашены в разные цвета. То есть просто исключительно одни зеленые прямоугольники. И все становится понятно. Как раз вот эта вот простота дает быструю считываемость. То, что мы как раз пытаемся достигнуть, когда делаем презентации для обучения, чтобы наши ученики с первого взгляда понимали, и у них это в голове отпечатывалось. Действительно, это инфографика с данными. И, наконец, последний вариант. Вы хорошо справляетесь. Это как раз та ситуация, когда в команде работает журналист, программист и дизайнер. Такие проекты делаются, как правило, долго. Их не забрасывают после сдачи. К ним регулярно возвращаются, обновляют информацию, потому что в них действительно вкладывается очень много времени и сил. Так, идея, данные, сложно для восприятия. Это инфографика, данные. Да, этот проект интерактивный, и здесь нужно, конечно, вводить мышкой, потому что вот так скриншот с экрана дает мало информации. И это действительно инфографика данных. Несмотря там на космос, на разноцветных человечков, это данные, просто они скомпонованы по-разному. То есть сейчас, например, на экране слайд, сколько человек совершили полет в космос, а карточка с космонавтом, это у меня курсор на одного из этих человечков навелся и всплыла карточка. Если я буду листать дальше, человечки пересоберются. Посмотрите, сейчас они отсортированы, кто был в космосе, один раз, два раза, три раза и так далее, до семи раз. Когда в этом проекте их скролишь дальше, крутишь мышкой, то эти человечки сбиваются в кучу и разлетаются уже сортируясь по другим критериям. Например, потому сколько раз они выходили уже в открытый космос. То есть фактически, да, это инфографика, причем инфографика живая, которая регулярно пересобирается. Вот та единственная фигурка в оранжевом скафандре – это Гагарин. Это единственный такой человечек, который отличается от всех остальных. Ссылки у меня нет, но я думаю, вы легко найдете ссылку на этот проект. Если вам в конце времени останется, я поищу. Даже если не кликнуть на фигурку, а просто если мышку навести. Итак, сейчас, как я и обещала, давайте посмотрим на способы визуализации идей и на способы визуализации данных. Я привожу по 10 вариантов на каждый случай. Презентацию, которую вы можете скачать, вот этот вот слайд сделан как оглавление. Можно будет кликнуть на название и перейти, посмотреть, как выглядит этот конкретный случай инфографики. Вот сейчас мы смотрим на 10 способов визуализировать именно идею. И каждый способ подходит для какого-то конкретного случая. Когда вы создаете инфографику, важно не оформление, не подобранные цвета, не картинки, которые нашли. В первую очередь важна уместность. Каждый раз, когда мы говорим про дизайн, мы должны помнить, что дизайн – это не только оформление. Дизайн – это как раз умение упаковать информацию так, чтобы пользователю она была понятна. И поэтому вы смотрите, что именно вы хотите донести своей инфографикой. Если вам нужно показать структуру того, о чем вы думали, вы выбираете интеллект-карту. Если важно показать устройство объекта, то предмет в разрезе. Если важно показать направление движения, то выбираете карту потоков. То есть, в принципе, для каждой такой идеи есть тот или иной тип инфографики. Вот по порядку. Первый из них – это хордовая диаграмма. Она показывает связи между объектами. Что, как, с чем соотносится. Она отличается от карты взаимосвязи, есть еще один такой вариант, тем, что здесь все объекты расположены по кругу и соединены линиями уже внутри этого круга. Хорды. Поэтому называется хордовая диаграмма. Такой именно способ, именно такое расположение – это результат многих лет экспериментов дизайнера. И именно такой способ отображения информации признан самым оптимальным. Для того, чтобы показать отношения между большим количеством объектов, вы можете использовать хордовую диаграмму. Если рядом с названием в левом нижнем углу есть значок PowerPoint, значит, этот тип инфографики можно создать в PowerPoint. Дальше следующий вариант, когда мы показываем устройство объекта. Как именно он выглядит. У нас эта инфографика на основе изображения. Есть картинка и есть часть этой картинки, которая показывает внутреннее строение. Например, если мы возьмем торт, отрежем от него кусочек и кусочек выдвинем из всего торта, то мы увидим внутреннее строение. Какие коржи, какие слои, какого цвета крем. Вот точно так же выглядит инфографика предмет прозрения. Нет, Юлия, здесь нет значка PowerPoint. И вот этот тип инфографики в PowerPoint сделать нельзя. Вы можете найти какие-то отдельные картинки и их скомпоновать, но в принципе PowerPoint для этого не предназначен. Следующий тип визуализации идеи – это пирамида. Она показывает соотношение и зависимость. Есть пирамида потребления, есть пирамида масло. Те или иные виды пирамиды тоже сами по себе очень удобны, чтобы что-то отобразить. Здесь более сложный вариант с специально сделанными подготовленными изображениями. Но в PowerPoint тоже можно создать пирамиду, показав соотношение между какими-то объектами. Если какой-то из этих типов инфографики не очень понятен, напишите мне в чат. Я на нем остановлюсь немного подробнее. Все то, что помечено значком PowerPoint, я покажу позже, как делать в самом PowerPoint. Дальше тоже визуализация идей – организационная схема. Мы можем показать структуру, либо иерархию. Типовой пример – это организация, как она выглядит, кто кому подчиняется, какие есть отделы и кто ими заведует. Мой любимый тип инфографики – облако слов. Посмотрите, здесь тоже нет цифр. У нас, по идее, есть частотность, то есть сколько раз то или иное слово встречается, например, в произведениях определенного автора. Но мы показываем здесь, вот в этой инфографике, не значение, мы показываем частотность. Нам важнее, что автор именно вот это слово упоминал чаще всего. Именно вот этот глагол у него был основным или вот именно этот цвет. Облако слов, да, спасибо, Алина. Это один из сервисов. Есть на самом деле их очень много. Вы можете на сайте «Сделано медиа» набрать в поисковой строке «Облако слов» и посмотреть, какие именно сервисы мы предлагаем. Я не даю инструкции поиспользованию, потому что у нас на сайте, в принципе, их довольно много. Это карта потоков. Она показывает направление движения и какой поток наиболее важный. Несмотря на то, что здесь нет никаких цифр, никаких подписей, да, мы можем уже составить какое-то представление. Мы можем понимать, например, условно считать, это либо путь эмиграции или количество рейсов. И мы видим, что более объемная, более толстая стрелка направлена в одну сторону, а, например, на северные страны идет довольно сам по себе тонкий поток. То есть хорошая инфографика первым слоем дает как раз вот это впечатление от картинки. Уже все понятно. Потом человек начинает вчитываться в текст, и потом он уже изучает цифры. И в первую очередь вы должны всегда смотреть, чтобы ваша инфографика была понятна и без всяких подписей. Этот вариант мы уже видели. Это карта взаимосвязей. Зависимость объектов между собой показана. В отличие от хордовой диаграммы, здесь основные объекты, точки расположены не по кругу. Они расположены в таком порядке, в каком их удобнее и нагляднее между собой соединять. И плюс здесь еще есть подписи на стрелках. Это необязательный, но желательный элемент. Это интеллект-карта в сервисе Google созданная. Много достаточно тоже сервисов для создания интеллект-карты. Мы думаем о чем-то, мы какую-то мысль, какой-то тезис определяем, классифицируем, делим на части. И результатом вот этого размышления как раз и является интеллект-карта. Она тоже является одним из типов инфографики. Ее можно красиво и аккуратно оформить, но самое главное, чтобы она была. Максимально полезна. Предпоследний. Это диаграмма Ганта, которая отвечает за распределение задач. Здесь показаны, какие процессы мы выполняем, кто за них отвечает. И в какой последовательности эти процессы идут. Сам по себе вариант довольно специфичный. Он не везде используется, но тоже его возможно создавать именно непосредственно в PowerPoint. И, наконец, диаграмма Вена, которая показывает о том, как пересекаются различные множества. Довольно простой тип визуализации, доступный каждому. Неважно, будет это слайд или будет это листочек и ручка. Но, тем не менее, он очень-очень наглядный и часто помогает разобраться в довольно сложных понятиях и явлениях. Вот такие 10 типов, которые отвечают именно за визуализацию идей. Мы не говорим сейчас про данные. Мы просто говорим про какие-то мысли, которые приходят нам в голову. Как их наглядно отобразить, возможно, в вашей презентации. А теперь наоборот. 10 способов, когда мы визуализируем уже конкретно данные. С версии PowerPoint и какого года доступна инфографика, помеченная значками PowerPoint. Большая часть любой версии, которая не во всех доступна. Я, когда буду показывать, как это делать, я поясню, какие есть ограничения. На самом деле все довольно просто. Мы с вами не дизайнеры. Наша задача – донести свою мысль. И для этого ничего сверхсложного на самом деле не требуется. Как вы видите, многие варианты, многие типы инфографики сами по себе довольно просты. А некоторые очень и очень сложные. Например, вот в этом списке первый вариант – это хораплет. Это карта, на которую мы добавляем цвет. Самый простой пример – это учебники географии и климатические зоны. Или рельеф по земле. Мы уже инстинктивно понимаем, что там, где красным цветом помечено, там жарко, синим – холодно. Красным – это высоко, синим – это низко. И когда мы выбираем именно этот вариант, очень важно, какой цвет мы выберем и какие значения мы обозначим этими цветами. То есть здесь используется карта и сам по себе цвет играет очень важную роль. Это вариант столбиковой диаграммы. Один из самых частых, самых типичных вариантов. Он может использоваться для сравнения, для небольшого количества показателей. Может использоваться для распределения по категориям. То есть это самый простой, самый чистый вариант, который, в принципе, во многих ситуациях закрывает все ваши потребности. Наоборот, сложный и редко используемый вариант – это спиральный график. Фактически это те же самые столбиковые диаграммы, только построенные относительно циклического времени. То есть 12 месяцев, которые повторяются регулярно, и мы откладываем на осяк какие-то значения. В данном случае это вот когда в кафе чаще всего заказывают тыквенные лампы. То есть это сезонный спрос, и это важно как раз для вот этого отображения. Более простой вариант – пузырьковая диаграмма. Тоже используется сама по себе довольно редко. Здесь важно не только в каком месте находится то или иное значение, но и какую площадь он занимает. В пузырьковых диаграммах часто забывают, что они строятся от площади кругов, а не от их диаметра. И нужно сравнивать именно тот объем, который занимает та или иная точка. В PowerPoint можно построить пузырьковую диаграмму, но это не так удобно, как если мы это делали в специализированных сервисах. Плиточная карта используется в тех случаях, когда опять же нужно показать какую-то информацию на карте, как в хороплете было. Но при этом площадью тех или иных участков можно пренебречь. То есть мы просто выкидываем значение площади и так или иначе раскрашиваем точки. Тоже легко воспроизводится в PowerPoint. Пиктографическая диаграмма. То же самое, что наши столбики. Только вместо столбиков мы используем набор каких-то значков. Это могут быть звездочки, кружочки, это могут быть человечки, это могут быть космонавты, как вы видели в примере. То есть мы те же самые данные, но показываем с помощью символов. Когда важно еще не только значение, но и то, какой именно символ выбран. Накопительная диаграмма важна тогда, когда нужно показать части в целом. И у нас несколько предметов. То есть именно несколько объектов, и в каждом мы показываем соотношение частей относительно целого. Тогда мы используем накопительную диаграмму. Тоже может быть вертикальной, может быть горизонтальной. Линейный график, когда нам важна динамика. То есть здесь мы используем ось по времени. Важно, как изменяется то или иное значение именно относительно уходящего времени. Тоже известный и часто применяющийся вариант. Круговой график. Вот если в накопительной диаграмме мы показывали несколько объектов, из чего они состоят, то круговой график показывает один объект, из чего он состоит. Все вот эти вот части, составляющие круговой график, они отмечаются в процентах. Мы можем сразу понять, где процент больше, где процент меньше. Тоже стандартный вариант PowerPoint. И усложненный вариант кругового графика – это солнечные лучи. Когда мы показываем и целое, и детали внутри него. То есть, условно говоря, из всех онлайн-курсов, которые мы предлагаем, если у вас пропадает звук, я могу отключить веб-камеру. Напишите, если у кого-то тоже звук пропадает, я выключу изображение. Если нам важно показать, что из всех онлайн-курсов, условно говоря, на Moodle собрана только часть из них, мы показываем соотношение, а затем внутри Moodle показываем, какие там есть раскладки по типам курсов или по используемой тематике. То есть, это вариант более сложный. Тоже используется редко, и, как правило, с ним работают уже непосредственно дизайнеры. Ну что ж, а теперь я покажу, как отмеченные варианты инфографики можно создавать непосредственно в самом PowerPoint. Я разделила эту часть на три категории. Это ручной режим, когда мы инфографику буквально рисуем. Это режим автоматический, когда внутри самого PowerPoint есть инструменты для быстрого создания инфографики. И, наконец, третий вариант, когда нам потребуются какие-то дополнительные настройки, дополнительные режимы для создания той или иной инфографики. И в ручном режиме вы можете создать, как минимум, следующие варианты. Плиточную карту, пиктографическую диаграмму, хортовую, карту взаимосвязей и диаграмму вен. То есть, вот эти вот пять вариантов вы, в принципе, легко и просто можете сами создать в PowerPoint. Сейчас я запущу режим демонстрации экрана. В той презентации, которую вы будете скачивать после вебинара, немножко по-другому лежит эта информация, чтобы вам было удобнее. Будут скриншоты, будут какие-то сделаны варианты и подписи. А сейчас я лучше покажу вам все это в живом режиме. Итак, первый вариант – это плиточная карта. В ваших презентациях будет ссылка, где скачать вот такое вот изображение. Оно в формате метафайла Windows, то есть это специальный формат, который PowerPoint не только понимает, но и умеет его преобразовывать. Сейчас эта картинка сгруппирована, и с ней я ничего сделать не могу. Но если я во вкладке «Формат» нажму кнопку «Разгруппировать», то PowerPoint предложит его преобразовать. И сейчас все элементы на этом изображении разгруппированы. Я могу выделить каждый квадратик по отдельности и перекрасить его в зависимости от моих задач. Например, я захочу выделить некоторые регионы и выберу для них какой-то отдельный цвет. Так, пожалуйста, померьте, у кого еще тоже ничего не отображается. Так, у кого-то есть, у кого-то может быть. Возможно, потребуется какое-то время, чтобы подгрузить, но у большинства все видно. Тогда я продолжу. Спасибо большое. Вот этот файл вы сможете потом скачать и использовать. Он сразу преобразован и готов. Нет, Юрий, тут нет никакой таблицы. Тут сразу есть вот эта вот картинка, которую вы можете потом изменять и перекрашивать. Это просто изображение, которым пользуются дизайнеры. Я перевела его в формат PowerPoint, чтобы мы с вами тоже могли с ним работать. Есть векторный вариант, но они так не отображаются. Ссылка будет в той презентации, которую вы скачаете. Да, в том числе можно поменять надписи в квадратиках, указать какое-то значение. Поменять шрифт, поменять размер. Можно сделать вот с этим вариантом все, что угодно. Он полностью редактируемый. Или вот даже контур фигуры поставить, чтобы привлечь внимание к каким-то отдельным элементам. То есть все полностью в ваших руках. Скачивайте и пользуйтесь. Здесь это довольно модный вариант. Он уже далеко не первый. Дизайнеры долго над ним работали. Это самый свежий вариант расположения регионов. Конечно, он по-прежнему не идеальный, но тем не менее это хороший способ для того, чтобы показать, чем отличаются различные регионы России, если не делать привязку к их площади. Ссылка на скачивание в презентации к этому вебинару. Вы скачиваете презентацию к вебинару и на соответствующей страничке у вас будет ссылка. Следующий вариант – это пиктографическая диаграмма. Предположим, я хочу показать, какое количество животных из приюта находит новых хозяев. Отдельно для регионов местные дизайнеры иногда делают сами, но их очень сложно найти в каком-то нормальном варианте. В свое время, когда я искала Покурганской области, я ничего похожего, например, не нашла. Я беру изображение. Это обычные иконки. Я показывала на прошлом вебинаре, где можно найти и скачать подобные. Обычные иконки. И я хочу показать, что, например, некоторая часть животных находит хозяев. Я выбираю эти картинки и меняю. В этом случае, если не ошибаюсь, вот здесь меняют цвет. И вот у меня получаются оранжевые котики. Я могу показать, какой процент животных после приюта находит новых хозяев. Если мне нужно дать сравнение, например, условно говоря, с теми животными, которые идут не из приюта, а те животные, которые живут на улице, то я могу сказать, что только такой процент кошек с улицы находит в себе новых хозяев. И в принципе, это довольно само по себе наглядно. Изображения в пиктографической диаграмме могут быть абсолютно любыми. Так, возвращаясь к плиточной карте. Да, я говорю, она полностью разобрана и полностью редактируема. То есть вот, пожалуйста, вы выделили и удалили какой-то квадратик. Все можно удалять, все можно заменять. Просто работа по рисованию квадратиков проделана дизайнерами за нас с вами. Так, дальше. Следующий вариант – это хордовая диаграмма. Как видите, у меня котики уже расположены по кругу. И я просто-напросто их между собой соединяю стрелками. Лучше всего соединять вот именно так, как это предлагает сам PowerPoint. От точки до точки. Потому что если вы захотите изменить соотношение, изменить размеры, переставить своих котиков местами, чтобы это лучше смотрелось, вам будет проще это сделать, когда стрелки не просто расположены на слайде, а привязаны от одной иконки к другой иконке. В этом случае, перемещая объекты, располагая их по-другому, видите, вот эти стрелки привязаны, а вот эта вот одна стрелка не была привязана, и поэтому она не приехала вместе с иконками. И таким образом, при необходимости, вы можете поменять расположение, для того, чтобы эта схема, эта диаграмма смотрелась лучше. Также в ручном режиме мы можем поработать с диаграммой вены. Здесь все точно так же, очень и очень просто. Мы рисуем окружности, которые пересекаются. Вот я выбрала одну окружность, скопировала, поменяла, предположим, цвет, убрала контур, все. В принципе, в диаграмме вены главное не переборщить. Можно добавить третий круг. Предположим, я вот сейчас немного уменьшу и добавлю еще один круг. Тогда еще можно будет вот эту вот информацию считать. Если вы начнете добавлять сюда же в пересечении 4 и 5, будет плохо. Единственное, может быть вот такой вариант, когда вы добавляете еще одну окружность вне общего пересечения. То есть вот так вот. А в диаграмме вены главное не переборщить с количеством элементов. То есть, как видите, в ручном режиме в PowerPoint тоже можно сделать довольно интересные вещи. Светлана, я копирую Ctrl-D клавишей. Она создает дубликат объекта. Теперь посмотрим те типы инфографики, которые нам поможет создать сам непосредственно PowerPoint. То есть, какие функции есть внутри самого PowerPoint. Таким образом мы сможем сделать столбиковую, накопительную диаграмму, пузырьковую диаграмму, линейный и круговой график. То есть, опять же, 5 вариантов, которые мы можем... На самом деле, конечно, в PowerPoint этих вариантов больше. Вы сможете пробежать по функционалу и посмотреть разные из них. Это вкладка «Вставка». Вот здесь вот раздел «Диаграмма». И вы видите все варианты, которые у вас есть. То есть графики, круговые, линейчатые. Тут же вот есть солнечные лучи, хотя в PowerPoint и с ними не так удобно работать. И вы можете какие-то варианты сохранять, уже готовых диаграмм сохранять как свои шаблоны, для того, чтобы затем быстро их разворачивать. То есть, выбирайте, сохраняйте какие-то настройки и можете сохранить и воспользоваться ими тогда, когда это необходимо. Я покажу сейчас на тестовых данных. Если у нас есть данные, которые изменяются во времени, то лучше всего мы возьмем сфотлобиковую диаграмму или линейный график. То есть, в принципе, все само по себе довольно просто. У нас есть года и соотношение между лупой и пупой каждый год изменяется. Вы можете отредактировать эти данные. Вот здесь у вас получается вкладка «Конструктор» и вкладка «Формат». Формат отвечает за внешний вид, за цвет шрифта, за заливки фигур. Вкладка «Конструктор» отвечает непосредственно за саму инфографику. И вы можете здесь изменить данные. У вас всегда будет всплывать эксельская табличка, где вы можете поменять данные. Или вот здесь раздел «Изменить данные». Она точно так же будет появляться. И вы можете вписать какие-то свои значения, в том числе и вписать какие-то формулы для того, чтобы пересчитывалось. Сейчас я эту же диаграмму копирую, ставлю сюда ряда и изменяю ее тип. Самая последняя кнопка на этой панельке – это изменение типа диаграммы. И я выбираю вариант «График». Обратите внимание, есть график обычный, есть график с накоплением. Нам нужен именно вариант обычный. Нам не важно, как накапливается значение, то есть из чего состоит целое. Нам важно, как значение изменяется во времени. Вот теперь посмотрите. Данные одни и те же. То есть абсолютно те же самые данные я взяла. Единственное, что здесь ось внизу, здесь вверху. Но в принципе это все изменить несложно. Вот теперь они еще более похожи. Почему они разные? О чем нам конкретно говорит левый график, а о чем говорит правый график? Почему мы используем разные типы? Вот ваше предположение напишите, пожалуйста, в чат, почему в разных случаях нужно использовать либо левый, либо правый вариант. Абсолютно верно. Левый – это соотношение, а правый – это на динамику. Условно правый график мы можем перевести на текст таким образом. В 2000 году лупа обогнала пупу. И это самое главное. А левый график предполагает как раз точные значения. Например, обычно соотношение пупы и лупы – два к одному. А что мы можем сделать с этими графиками? Вообще, конечно, Powerpoint предлагает очень хороший инструментарий. Мы можем изменить цвета, изменить стиль диаграммы, то есть выбрать какой-то уже сразу готовый вариант или вручную эту диаграмму перекрасить, так как мы считаем это необходимо. Опять же, чем меньше вспомогательных элементов, тем легче будет считываться основной посыл. Например, в правом, поскольку важно время, нам как раз хорошо бы сделать акцент на нижнюю строчку, на время. В левом графике хорошо бы добавить, да, совершенно согласно, цифровые значения. И я рекомендую делать еще вот одну такую хитрость. Так. Я пишу смысловой заголовок, то есть делаю вывод из вот этого графика, то есть я делаю вывод и крашу обозначение в тот цвет, который использован на графике. И после этого легенда не нужна. Легенды сами по себе вот в PowerPoint не очень хорошо отображаются, они сами по себе не очень аккуратны. Поэтому я могу легенду и там, и там убрать за счет того, что в смысловом заголовке отдельные значения покрашены в те же самые цвета. И вот тогда считывается сама по себе информация лучше, меньше элементов, и все цветовые обозначения перенесены как раз в тезис. Так. Если возможно через клик по какому-нибудь столбцу или точке попасть в диаграмму другого уровня. Вы делаете две диаграммы, первого, второго уровня, если что дальше, третьего и четвертого. Создаете кнопку «Триггер». Например, вот здесь вот, чтобы, предположим, здесь цифровое значение, мы создаем здесь кнопку «Триггер». Делаем, например, ссылку «Перейти на следующий слайд» или на какой-то прямо конкретный слайд, чтобы он отобразился. Или добавляем здесь ссылку на анимацию, чтобы поверх появился другой график. И делаем эту кнопку невидимой. Пользователю кажется, что когда он кликает на цифровое значение, он попадает в график другого уровня. На самом деле мы просто настраиваем триггеры и анимацию. Так, еще какие-то вопросы по графику и по столбиковой диаграмме. Если нам не важна динамика во времени, но по-прежнему важен состав, важны какие-то отдельные показатели, то мы можем выбрать диаграмму круговую. Например, вот такая обычная диаграмма, она абсолютно не информативна. Она показывает, что чего-то больше, чего-то меньше, но довольно сложно определять на глаз. Если мы переключим вариант на круговую диаграмму, будет совершенно другое впечатление. То есть динамики никакой нет, важно именно соотношение элементов. Так, что важно помнить про круговую диаграмму? Круговые диаграммы не должны быть объемными. То есть вы выбираете в любом случае какой-то из вариантов плоский, потому что добавление объема дезориентирует пользователя. Очень сложно сделать объемную диаграмму так, чтобы она, например, не отвлекала от основного, не искажала данные. Вы можете поэкспериментировать с различными экспресс-макетами, где уже по-разному подписаны значения. Будет ли здесь легенда, будет ли здесь цифровые обозначения. Это все можно посмотреть на каких-то экспресс-обозначениях. Когда вы задерживаете курсор, в принципе, четко подписано, что именно будет в данной ситуации отображаться. Когда вы пишете данные для такой диаграммы, всегда обращайте внимание, что PowerPoint начинает отмечать вот отсюда, вот от этой вот точки. Поэтому сначала, как правило, пишется самое большое значение, и дальше они идут по убыванию. У вас, если есть подписи, если есть какие-то цифры, невозможно перевернуть диаграмму, не потеряв именно правильное расположение цифр и подписей. Поэтому только исключительно вручную, когда вы делаете в таблице, только в этом случае вы обозначаете. Каждый сектор в PowerPoint можно вот таким вот образом выдвинуть. Если ваше значение не одно из самых больших, а какое-то значение располагающееся слева, может быть, какая-то небольшая доля, то его хорошо немножко вытащить, чтобы привлечь к нему внимание. Если для вас важно обратить внимание на какой-то конкретный сегмент, то, пожалуйста, красьте всю диаграмму вот просто в одинаковые цвета. То есть не используйте вот такой цветной пестрый вариант, а выбирайте оттенки одного и того же цвета, и только самый важный, самый основной сектор покрасьте в какой-то контрастный цвет. Вот таким вот образом. Оправдано ли использование объемных пирогов в бумажных журналах, где стараются они только наглядно, но и красиво? Да, оправдано. Когда над этим работает иллюстратор, когда над этим работает дизайнер, для них важно впечатление. То есть их цель – это не только передать информацию, но и произвести впечатление. Они стараются это сделать, часто теряя как раз под очень важной составляющей инфографики понятность и наглядность. Для нас с вами импресс не так важен, как важны данные. А в виде, да, Светлана в виде бублика, в виде Тора – это один из вариантов для удобного расположения подписей. То есть вы тоже можете создать именно такой вариант. Он используется для того, чтобы какие-то подписи можно было вынести именно внутрь. Так, но если я не ошибаюсь, у нас, да, вот в PowerPoint мы можем переключить на такой вариант и написать, например, вот этот вот вывод, перенести, написать его не традиционно сверху, а перенести его как раз вот сюда, да, внутрь нашего бублика. Просто один из вариантов расположения, почему бы и нет. Так, двигаемся дальше. Накопительная диаграмма нужна для того, чтобы показать, из чего складывается целая, но уже с динамикой. То есть когда у нас нет динамики, у нас круговая диаграмма работает лучше всего, накопительная в том случае, когда складывается целая в разные года. То есть вот у нас опять те же из линейки батарейки хлопушки и веснушки, и мы выбираем тип диаграммы с накоплением. Чем она отличается? Тем, что из кусочков складывается целая. Вот здесь вот, если обратите внимание, здесь данные приводятся не в процентах, а в абсолютных значениях. Условно говоря, если мы переводим это на текст известной песенки, в 2020 году мальчишек было больше, а в 2010 меньше, чем в других годах, и складывались они вот из веснуших хлопушек линейки батареек в разных пропорциях. Что, опять же, важно именно в таком типе инфографики? Важно обратить внимание на то, как подписана ось. Здесь у нас идет сравнение по годам. Вот что это за значение? В любом случае ось должна быть подписана, и шаг оси должен быть выбран таким, чтобы примерно можно было представить значение каждого из этих секторов. Удобно, когда цвета здесь не однотонны, потому что вот такой вариант раскраски не самый информативный. Лучше выбирать все-таки разные цвета, но цвета лучше контролировать вручную. То есть переключать именно ручным способом. Вот знаете, когда я веду курс по презентациям, у меня есть блок, посвященный палитре, и всегда существует вопрос, зачем заморачиваться с палитрой, если цвета можно настроить вручную. Вот как раз для этого, для того, чтобы быстро применять какой-то макет оформления. Потому что если я вот здесь поменяю на какую-то конкретную палитру, вот у меня, например, палитра пользовательская загружена, то и вот здесь вот в цветах у меня набор изменится. И он будет соответствовать той палитре, которую я выбрала для всей презентации. Это сделает работу заметно... Работу над презентацией, работу над графикой, конечно, заметно ускорит. Итак, мы посмотрели с вами вариант со столбчатой или линейчатой диаграммой, с круговым и с накопительным. Точно так же можете пройти и посмотреть другие варианты, то, что предлагает сам PowerPoint. или добавить варианты сюда, сохранить какую-то инфографику как шаблон и затем его уже использовать. Правой кнопкой кликаете, выбираете вариант сохранить как шаблон, даете ему название, и вот из всех вариантов, вот, пожалуйста, папки шаблоны, он теперь будет отображаться. Так, и, наконец, последние варианты. Осталось немного, потерпите. Это другие способы создания инфографики, то, для чего не подходит ни ручной режим, ни стандартные инструменты PowerPoint. Это пирамида, организационная схема и диаграмма Ганта. Пирамида, организационная схема, конечно, легко делается с помощью функции SmartArt. То есть не пытайтесь найти эти варианты в инфографике, лучше сразу смиритесь с тем, что нужно идти в вкладку вставка и выбирать элементы SmartArt. Здесь уже есть готовые шаблоны для пирамиды или для пирамиды со списком. Вы можете этот вариант выбрать, написать здесь слова или значения, но в пирамиде мы обычно используем какие-то тексты, расставить подписи элементов и затем уже эту пирамиду изменить, исправить, сделать, чтобы она выглядела именно так, как вам хочется. Что я вообще рекомендую делать в тех ситуациях, когда вы прибегаете к инструментам SmartArt? После того, как вы ввели все значения, убедились, что никакие данные подписи изменять не будете, пожалуйста, после этого кликните на ваш рисунок и выберите в этом меню вариант «Преобразовать фигуры». Тогда у вас каждый элемент будет теперь не SmartArt, а фигурой, с которой вы можете работать из стандартного меню формата. Будет намного проще, и если вы перенесете другую презентацию, откройте на другом компьютере, меньше будет шансов, что что-то собьется, потому что сам вариант SmartArt, он подгоняет размеры вашего изображения в зависимости от размера области, которую вы задали под вот эту вот инфографику, да, и все перемещения, все изменения идут внутри нее. А если вы переведете SmartArt фигуры, то у вас будет намного больше возможностей контролировать ваше изображение. И кроме пирамиды организационная схема, точно так же вариант SmartArt, и вы выбираете. Вот варианты иерархии, это сразу организационная схема или алгоритм действия, что зачем идет, какие-то варианты более формальные, вот они более строгие выглядят, например, вот такой вариант табличной иерархии, он загоняется строго в рамки таблицы и может быть не очень удобен. А более свободные варианты с картинками, без картинок, и точно так же вы можете быстро переключаться по разным макетам, главное введите всю информацию, а затем просто наводя мышку, вы можете подобрать тот вариант, который выглядит лучше всего. И точно так же вы можете поступить с цветами. После окончания так же преобразовываете в фигуру. Вариантов достаточно много. Все удобство или неудобство работы как раз заключается в том, что SmartArt располагается внутри вот этой вот рамки, вот этой вот внешней рамки, и автоматически под нее масштабируется. Поэтому ввели данные, преобразовали в фигуры, расставили все цвета, расставили все цвета, границы, подписи, и уже чувствуете себя внутри инфографики более свободно. Так, я, наверное, перескочу вот сразу сюда, к вот этому варианту. В презентации есть еще один, это надстройка GeoGebra, про нее вы можете потом прочитать отдельно, здесь довольно подробная информация. Я пока покажу последний вариант. Он нужен для создания диаграммы Ганта. Это отдельное приложение, оно ставится как отдельная программа, и затем в вашем PowerPoint получается дополнительная вкладка. Она нужна именно для того, чтобы создавать таймлайны и конкретно диаграммы Ганта. Здесь загружено большое количество вариантов. Вы можете подобрать тот, который вам кажется наиболее подходящим. Можно добавить какой-то уже готовый, уже встроенный вариант, или поработать с тестовым как раз набором данных, то есть тот тестовый вариант, который есть. Вы выбираете, кликаете, использовать этот вариант, и вот здесь в специальном, появившемся вверху окне, вы просто вводите данные, устанавливаете даты, начало и конца, расставляете элементы, при необходимости пишите, на сколько процентов это дело уже завершено, и сохраняете. У вас на слайде вся информация, которую вы ввели, вот так вот отображается уже диаграммой Ганта, и с ней можно работать. В этой же специальной панельке изменять, менять значение, вот она кнопка «Изменить данные», менять какие-то подписи. Само по себе, вы знаете, такой довольно стильный и удобный вариант, на практике намного быстрее, чем если это делать руками. Офис Таймлайн работает в режиме фремиум, то есть часть функции у него доступны бесплатно. Да, то есть точно так же у вас будет ссылка, будет ссылка вашей презентации, и вы по этой ссылке можете перейти и скачать. Да, он на английском языке, но тем не менее. И вот посмотрите, возвращаясь к тому вопросу, который мне задавали раньше, в какой версии PowerPoint это все работает? Все, что в ручном режиме, работает в любой версии PowerPoint. Круги для диаграммы вены вы можете нарисовать где и как угодно. Стандартная инфографика работает с самых древних версий, то есть круговая диаграмма, линейная диаграмма, все это доступно опять же во всех любых версиях. И вот только надстройки доступны в последних вариантах. Начиная с 2006 варианта, это 100% все работает. В 365 офисе, самым свежим, самым популярным, опять же, все это подключается и все работает. Если пораньше, тогда могут быть какие-то уже варианты. Но обычно после 2003 года уже все настройки поддерживаются. Давайте я посмотрю секцию еще с вопросами. Большое спасибо Алине, которая не только поддерживала, но и добавляла ссылки на сервисы. Я бы добавила еще Когл, которым мы регулярно пользуемся. И мы обычно рисуем интеллект-карты еще и в сервисе Миро. Это действительно очень хороший и удобный формат. Спасибо за ваши теплые слова и отзывы. Мне всегда приятно встречаться с вами и вести вебинары. И я напоминаю, что в январе состоится очередной вебинар трека. Он будет посвящен, опять же, моей любимой теме тексты, шрифты и правила верстки. Несмотря на то, что мы говорим о ней каждый год, все равно здесь очень много нюансов, очень много каких-то возможностей. И я буду рада в очередной раз встретиться и сказать, как сделать тексты на ваших слайдах более легкими для восприятия. Желаю вам хорошего рабочего дня или наоборот, спокойного выходного вечера и передаю вам спасибо.